Поэтому сегодня мы на служении, где мы обычно говорим о семье, первая река, первое воскресенье месяца, мы всегда говорим о семье. Семья – это основа. Церкви – это основа государства, это основа любой нации и любой страны. Крепкая семья – крепкое государство. Слабая семья – слабое государство. Нет семьи – нет государства. И, наверное, вы понимаете, с этой позицией претензии дьявола. Дьявол покушается на семью. Меня вообще-то просто не то, что выбешивает, а меня раздражает это в крайней мере, когда законы про агрессивно развитых стран предусматривают смену пола детям в 14 лет, без ведома родителей. Это что вы творите, а? Что ребенок может. А на ребенка же кто-то влияет. Да ни один мальчик девочкой не хочет стать. Да ни одна девочка не хочет мальчиком стать. Это только какие-то умные родители, которые с трех лет девочки начинают рассказывать, что ей лучше стать мальчиком. Вера – отслышание. Так что, если ты мужик, оставься мужиком. Не буду дальше продолжать. А если ты представитель прекрасного пола, не меняй пол. Патолок можно менять. Гриезтус, вы можете менять. Подниматься от веры веры. Пацаны от веры веры. А вот пол. Бет дзимту. Кстати, как вам пол. Пакрытие. Каим шесть парклайс. Вот это можно менять. То вы можете менять. А вот свой гендерный пол лучше нет. Гендерный дзимту немайнить. Вы знаете, когда еще не было стран, империи, королевств, на земле была семья Адам и Ева. И именно семье принадлежат первичные благословения. Бог не президенту говорил, а семье. Я благословляю вас. Плодитесь. Размножайтесь. Владычествуйте. И обладайте этой землей. Я бы очень хотел, друзья, чтобы мы сегодня уверовали, что эти благословения принадлежат нам напрямую. Я сегодня как раз буду об этом говорить. И тема проповеди будет. Если законные дети. Я лекомые бэрни. Значит, наследники. Та это и мантиняки. Мы должны знать не только о том, что мы родились. Мы должны знать не только о том, что мы родились. И что у нас есть имя и фамилия. У нас есть наследники. И мы должны уверовать. И мы должны быть в капиталистических странах. В капиталистических странах. Менталитет проще. Менталитет венкарш. Там есть такой опыт. Тут есть такая передача наследства. В империях и королевствах. Империях и королевствах. Понятие наследства. Сапрати не пер манталитет. Оно было конструктивным. Это был конструктивным. И практичным. У практическим. Мы продукты пролетарской эпохи. Пролетария шлаика продуктив. Как будто уже все рухнуло давным-давно. А вот социалистический дух. И социалистическое, пролетарское, рабское мышление. И социалистическое, пролетарие шлаика. Ано еще преследует нас как эха из прощ. И в чем проклятие социализма. Социализм абсолютно исключил такое понятие, как частная собственность. Все принадлежало государству. И человеку ничего не принадлежит. Кроме того, что государство по милости своей могло бы бросить рабочим и крестьянам. Поэтому, когда мы говорим о наследии, единственное наследие – это вот это пролетарское, рабское мышление. Поэтому, когда Господь пытается достучаться до нас и объяснить нам, что кроме родословного проклятия, Кроме наследия Адама, Крехи, болезни, всякие извращения и все такое, В это мы веруем без сомнения. В наследие Адама мы верим. А когда апостол Павел пишет, Какое славное наследие Через Иисуса Христа Господь дал нам Нам с трудом вериться. Какое наследие Ходим в церковь Это что ли наследие? Молимся на языках. Это что ли? Если славное наследие, То оно славное наследие. И хотелось бы поговорить именно об этом. Господи, измени наше рабское мышление. Чтобы я уверовал, Что то наследие, Которое Бог дал мне Во Христе Иисусе Оно позволит мне быть головою, а не хвостом. Оно позволит мне быть наверху, а не внизу. Оно поможет мне Стать человеком максимального влияния и успеха. Ибо все, что рождается от Бога, Оно же рождается не для нищеты, Не для убожества, И не для проклятия. Оно рождается Для победы Царства Божьего. Кто во Христе, Тот новое творение. Древние Прошло. И теперь Все новое. Аминь. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг тебя. Написано, Помышляйте о горне, А не о земном. И там какая-то фраза загадывается. Ибо Господь посадил нас Во Христе Иисусе На небесах. А не на бабе Те. На небесах. Они в Балдырае. На небесах. Они в Кенгалаксе. Аминь. И наши мозги трещат. На небе только те, кто помер. А я еще живой. Поэтому я здесь. Господи, дай нам откровение. Что мы граждане Царства Божьего. И мы здесь представители этого Царства Божьего. Мы с ним пассажировали. Тема. Тема. Если законные дети. Я ликуми, бэрни. Значит, наследники. Тадат мантиняки. Сыновство. Напрямую связано с наследством. Делищем с по-тишему саистить цармонтоем. Если я рожден свыше. Я не просто стал членом церкви. Я не просто клюву пар драудзу лоцекли. Если я родился свыше. Если я рождался свыше. И покаялся. Я не просто теперь хожу вот в эту церковь. Принадлежность к церкви. Это программа минимум. А принадлежность. К семье Божьей. К Отцу Небесному. И гражданство Царства Божьего. Это программа максимум. Аминь. Вы в курсе, что скоро Христос придет? И названия церквей останутся на земле. У драуджи носаук, у полигс земес. В Царстве Божьем не будет нового поколения. В Царстве Божьем не будет асамблеи Божьей. В Царстве Божьем не будет асамблеи Божьей. Там вообще вот эти привычные названия. Которые сегодня идентифицируют нас на земле. Они потеряют свое значение. И будучи на земле, мы должны уже получить откровение. Кем мы являемся на территории Царства Божьего. Аминь. В отличие от Латвии, где половина населения нет граждан. Такого безобразия на территории Царства Божьего не будет. Уважаемые неграждане. Я хочу вас утешить. Что такого безобразия на территории Царства Божьего не будет. Если ты рожден, тебе по праву принадлежит гражданство. Аминь. Мы вчера сидели и рассуждали. Дочем же латыши так провинились перед Богом? Дочем же мы так провинились? Даже по сравнению с нашими соседушками. Под солидцем армус каименем. Эстонией. И Гаунием. И Литвой. У Литву. Чем же мы так провинились? Арком, мы сам та ногракош. Что и по населению. Кан бэц скайта. И по экономике. Бэц экономикас. И по идеологии. И по гражданству. У пилсоны. Мы где-то оказались, как будто... Меселом низу. Как понимать? Как то вырсапраст? Когда рухнула эта проклятая советская система. На территории Литвы дали гражданство все. И в Эстонии. Этот вопрос решили как-то очень просто. А здесь. Хотелось бы спросить сегодня представителей той системы. Чего вы добились? Чего вы добились? Отказывая предоставить гражданство тем, кто здесь родился и жил? Это была ошибка? Или это было какое-то мудрое решение? От которого страна стала процветать. И вышла куда-то на великие рубежи. Это безумие. За 30 лет. Миллион граждан этой страны. Граждан. Граждан. У которых были. Эти привилегии. Они отсюда уехали. И сегодня, думаю, правительство. Вы что творите? Вы что хотите остальных выгрыбить отсюда? Ну почему экономика в Литве идет вверх? На каждом углу здесь литовские торговые центры. А на территории Литвы ни одного нашего нет. В чем дело? Бизнес переводят с нашей территории. Либо в Литву. Либо в Эстонию. Потому что там поумнее законы. И хочешь спросить. Алло, вы где там? Кто-нибудь хоть думает об этом народе или нет? Кто-то думает о том. Что через 10 лет здесь будет. Если не поменяются законы. А может быть потому. Что революцию защищали не эстонцы. И не литовцы. Вот есть такая историческая линия. Какой ценой досталась независимость нашей страны. Ценой просто кровавых рек. Я не собираюсь копать ту историю. И обвинять тех, кого сегодня нет. Но думаю, ну должны же встать на этой территории. Какие-то здравомыслящие женщины и мужчины. Которые бы сказали, древнее прошло. И мы претендуем на цивилизационную жизнь. На цивилизованную жизнь. Мы хотим жить, как нормальные, полноценные люди. До каких пор над нами будут проводить эти идиотские политические эксперименты. А потому что рот закрывать, вы не имеете права критиковать то и другое. Правительство, мы вас на работу наняли. И вправе требовать от вас качественной и нормальной работы. Мы не рабы. У народа есть власть. И народ может свое мнение высказывать. Так вот я говорю о гражданах. Граждане Царства Божьего никогда не будут в таком уничижении и в таком посрамлении, в котором находятся очень многие жители нашей страны. И я верю в политические чудеса. Я верю, что чем больше на этой земле будет реальных граждан Царства Божьего, тем больше будет шансов этим гражданам Царства Божьего изменить условия нашего существования. Вот почему Иисус Лукадель Еизу Сматрив глазах ученикам Сматрив глазах ученикам И они говорят Научи нас молиться. Иемаца мусь лукт. Господи. Кунгс. Научи нас молиться. Иемаца мусь лукт. Научи нас мозгами шевелить. Иемаца мусь кустинаться Мазгами не шевелить. А молишься. Это религиозная молитва. Он говорит, молитесь же так. И он там целый, вот целый, вот такой список пунктов, правильной молитвы Мазгами не шевелить. Окупацию, когда с цветами, с песнями окупантов принимали, они пошли сюда. И я про другое говорю. Римская империя Рома империя Без всяких цветов она просто захватывалась. Я в каждом пути Израиль был под пятой Римского императора. Рома императора. И вот в этих условиях Ученики Иисуса Христа спрашивают учителя А как молиться в условиях Вот в условиях Шиньих обстаклей Окупационной власти Мы патриоти Или мы Репатрианты Мы изгои Или вообще ничто Иисус, как молиться Уважать власть? А какую власть уважать? Вару Израильские Или Римские Чиновники Кого уважать? Где патриотизм? Где самостоятельность граждан? Мне так нравится Что наш Господь Иисус Христус Он говорил О патриотизме Царства Бога Он говорит Молитесь же так Мечтается Лудзия та Отче наш Мусу Тавс Сущий На небесах Они во главе Римской империи Сущий На небесах Они на троне Иерусалимской власти Вот откуда Начинается Твоя И моя Судьба Сегодня Так легко Смотреть На наш Сайм Бедный Никак не может Дорваться До кормушки Бедная Рижская дума Как будто Бандитский Разбор Такого безобразия Никогда у нас В жизни не было О народе Вообще там Заботы Никакой Так вот Выяснение Отношений Боже мой Так вот Как сегодня молиться Не обращай на это Никакого внимания Учись Тому Чему нас учит Наш Господь Иисус Христос Отче наш Музу тав Сущи Не в Брюсселе Не в Брюсселе Сущи Не в Вашингтоне Не в Вашингтоне Сущи Не в Москве Не в Москве Отче наш Музу тав Сущи На небесах Дебесис Скажи Мой отец Который родил меня свыше Курш демдей Ману аукшиенс В его руках Моя судьба Рокас Ир ману дзиве Поэтому моя судьба Будет зависеть Исключительно От Отца Небесного Отче наш Музу тав Сущий на небесах Амин Это начало всех Начал Если мы Законные дети Отца Небесного Дебесу тавам Мы Наследники Если наш Бог На небесах Дебесис Он царь царей И Бог богов И Господь всех Господствующих У богатого отца Никогда не будет Пролетарских детей Потому что если мы Законно Рожденные дети Значит мы И наследники Нам причитается Наследство И мы должны В это Уверовать И ждать решения Проблем Не от нового Сайма Или От нового Бурого Которая Будет бурить Нефтяные вышки Здесь Хватит Уповать На человека Лучше Уповать На Господа Нежели Надеяться На Человека Вот Во веки Веков Пусть в этот Воскресный день Господь поможет нам Акцент Моя вера И моего Упования Пусть Дух Сместит Этот акцент С человека Кем бы он не был На Господа Кунгу Лучше Уповать на Господа Нежели надеяться На человека Некали Сава цереба С человеком Отче наш Сущий на небесах Как тебе там Хорошо Да Голода нет Войны нет Сидишь там На престоле И никаких проблем Нет А мы здесь Страдаем А он сверху смотрит И дальше будете Страдать Пока не будете Взывать Ко мне Несауксиет Узманим Показ Вы не покажете Мне Свою 500% Упавание Узманим Вы знаете Бог будет отвечать На грамотные молитвы Как заявка Как заявка Господь Посмотри Господь Посмотрел Довольно Господь Ты понял Что это Ты что хочешь Запомните Безграмотная молитва Это перечисление проблем Перечисляя Проблемы Ты никогда В жизни Эти проблемы Не решишь А что такое Грамотная молитва Грамотная молитва Это показать Богу Что ты Его рассматриваешь Выше Чем все Твои проблемы Вместе Взятые Амин Молитва Начинается Не с перечисления Твоих проблем А с перечисления Его имен Ты велик Ты прекрасен И велик Лучше уповать На Господа Блажен человек У которого Сила в тебе И у которого Стези сердца Направлены к тебе Отче наш Сущий на небесах Да святится имя твое Грамотная молитва Забудь о всех Своих проблемах И уверуй Что твой Бог Великий Всемогущий Что он отвечающий Это грамотная молитва Он Любую проблему Может решить Постарайся Увидеть Бога Выше Любой Проблемы Не только Твоей персональной Но и даже Нашей политической У него есть Большой опыт Политических Лидеров На места Ставить Амин Молитесь же Так Отче наш Сущий На небесах Запомните Тот Кто на небесах Он Сильнее всех Кто существует На земле Скажи вместе со мной Это закон жизни Тот Кто существует На небе Он Всегда будет В тысячу раз Сильнее Того Кто существует На земле Не земля Управляет Небесами А небеса Управляют Землей Поэтому Мое упование Не на тех Кто живет На земле Мое упование На того Кто существует На небесах Ты получаешь Да это ты уже знаешь Всю свою жизнь Сегодня просто Дух Святой Корректирует Проклят Кто уповает На человека Но благословен Кто уповает На космос Если ты Родился Свыше Батенька За тобою Будет Следить И защищать тебя А если ты уже Повзрослел И стал Гражданином Поверь Спецслужбы Царства Божьего Будут заботиться О своих гражданах Аминь Уверуй Что ты И дитя Божье И гражданин Царства Божьего И не путай С гражданством Латвии Царство Божье Ответственно Заботиться От каждому Паркатру Кто родился На его территории И является гражданином Самое главное Налоги платят Вовремя Следующая воскресенья Налоговое служение Нодокли Нодокли Десятина Это налоги Царства Божьего Потому что всякая десятина Приджи Венакистам Кунгам И так Стоят ученики Став мацикли И что дальше Иисус говорит Иисус говорит Мацит Малитись Грамат Лудзи На граматные молитвы Уз квалтативам лукшинам Господь 100% Отвечает Отченаш Музы тавс Суши Небесис Да святится Имя Твоем Даже здесь Можно поставить точку Паркат шеет Варят лигт Пункту Концентрировать 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 Саву узманинку Разумышлять Домат Только ты Тикай ты В твоих руках Тавас роках Судьба всех стран Ир вису алсту ликтенц Судьба моя Манс ликтенц Ману бэрну Судьба моего народа Манс тавт Музы тавс Суши Анимишас Дебесис Пусть твое имя Лай тавс вардс Ано не Будет апазори Небес Пусть твое имя Лай тавс вардс Будет прославлено Ир Моя жизнь. Моя церк. Моя драудзе. Моя татула. Ну, как ты персональные отношения? А ты будешь в зависеть? Ну, что будет происходить вокруг тебя. Все зависит от личных отношений. В этом отношении. Треться на персоныгам аттектибам. Летовский варси теку погодинаться. Треться на фразе. Треться на святыни, это авторитета. Это объект моего поклонения. Это источник моего любви. Источник моего успеха. Это начало. Я и Отец. Я и Отец. Я с отземис наукшес. От Отца небеса. То существует духовная генетика. Которая меня отождествляет с моим отцом. Что такое, да святят своими твои? Это сыновния почтение. Это уважение. Это исполнение родительской запады. Почитай отца твоего и мати. Но во первых. Почитай. 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 Погодини виņu. Отца. Теву. Небесного. Дебеса теву. Вот почему, когда мы приходим сюда. Которая, когда мы приходим сюда. В первую очередь. В первую очередь. По поводу. Девская импирь Здесь несостоявшееся правительство иудеев. Там Египет. И Господь говорит, это все вторичное. Самое главное, то царство, которому вы принадлежите, да придет царствие твое. И тогда будет благословено царствие мое. Да придет царствие твое. И ига римской оккупации будет разрушена. Понимаете, что требуется сегодня для нас? Как для законных сыновей, нам нужно это наследие. Пусть царство Божие. Оно утвердится на этой земле. По-человечески, что в те годы, что в эти годы, это было абсолютно impossible. По-человечески, это никогда не произойдет. Алексей, сколько ты можешь об этом говорить? Пусть цитадель христианская культура. А куда ты спешишь? А ты куда спешишь? А ты куда спешишь? А ты куда спешишь? Недавно мне задали вопрос, где храма поклонения? У меня была ответа, а что ты бы сегодня там делал? Всему своему времени. Приходит откровение пророку. Исайи родится миссия за 750 лет. Таким вы могли подходить и говорить, ну чё, где миссия? Если Бог сказал, это будет. Амин. С тех пор, как стали умирать отцы, ничего не меняется. Все меняется. Вспомните мой хриплый голос и по поводу храма поклонения, и по поводу христианской цитадели в европейском пространстве. У Бога не останется без сильным никакое слово. Все будет так, как ты сказал, как ты то сказал. И мы получим все, что ты нам обещал. Скажи, да притя царствия твоей. Сек, лейна к твоей волсты. Просто одна фраза. Венкаршу вену фраза. Из кока размыслений. Ну, цик даудз пардома. Господь, нам нужна реальность. Кумс, нам нужно реальность. Царство небесного. Дебез волсты. Если мы рождены свыше, если мы граждане царства Божьего, то мы должны экспортировать реальность царства Божьего на территорию царства земного. Аминь. Его культуру, его менталитет, его экономику, его свободу и атмосферу. И атмосферу. Аминь. Аминь. Да придет царствия твоя. Това волсты. И да будет воля твоя. Как на земле, так и на небе. Уважаемые друзья, я сегодня восхищен тем, что Бог в отчаянных обстоятельствах, но не дает нам отчаяния. Если вот это слово убрать, мы ничем не будем отличаться от всех остальных разочарованных людей, которые еще не уехали отсюда. Мы не уехали. Не потому, что у нас денег нет на билет. Или некуда ехать. Мы остались здесь, потому что мы верим в Божьи ответы. И все, что Он обещал, Он обязательно все исполнил. Напоминает тему, если законные дети значат наследники, я верю в наследство. Духовное. Я верю в наследство. Материалное. Я верю в наследие, которое Бог приготовил для церкви. Главный принцип. Обращаю внимание, закон, дюйдачи наследства, на основании завещания. Наследие переходит от наследников к обладателю наследства через завещание. Само по себе наследие не перейдет к тебе. Ты должен знать завещание. Ты должен знать кто тебе это завещание. Ты должен знать гарантии. Ты должен знать гарантии. Евреям 9, 13, 17. Отключи сегодня от всех физических проблем. Отключи все антенны, которые тебе передают реальность земную. Давайте сейчас переключимся на реальность Царства Божьего. Библия говорит, прежде всего ищите Царства Божьего. Библия говорит, что, премьем картам и клеить и правду его все остальное приложится. Никогда не бойся, когда тебя будут называть космонавтом. Когда тебя будут называть юродивом. О чем ты говоришь? Посмотри вокруг, что происходит. до тех пор, пока ты будешь смотреть вот на эту проклятую реальность, у тебя ничего не поменяется. Но когда ты в первую очередь будешь искать реальность Царства Божьего, это поменяет твое окружение. Евреям 9, 13, 17. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, саганит оскверненных, дабы чиста была тела, то коль ми пачи кровь Христа, который Духом святым принес себя, муточного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истиному, ну, недзивием дарбем, каупошанай дзивием Девам, потому что он есть ходатай, нового завета, дарьбас старпнеки, дабы вследствие смерти его, лаи пец там, как вино наве, бывши для изкупления от преступлений, сагадись отпестичину сделанных в первом заветии, призваные к вечному наследию, получили обитование, санемт absolвию то, ибо где завещание, там необходима, чтобы последовала смерть завещание, потому что завещание действительно после умерших оно не имеет силы, когда завещатель жив. Здесь сформулировано закон передачи наследства на основании завещания. Обратите внимание, что такое наше наследие? Наше наследие оно нетленное, хранящееся на небесе. Главное наследие это генетика Отца Небесного в нашей природе. Тайна, сокрытая от веков и родов Бог явился воплоть. Не хочу шифровать, буду расшифровывать. Первое, что такое наследие? Это природа Божья в нашем естестве. Мы знаем, что такое наследие Адама. Это грех, болезнь, проклятие, ненависть, убийство, то, чем поражено сегодня человечество. Но через Иисуса Христа Бог хотел своим детям подарить другое наследие. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И Он завещал, я буду жить в вас. Дух Святой будет жить в вас. А если что, троица, мы войдем и вечерю будем совершать. Я должен увидеть в своем теле не только наследие Адама, родословное проклятие, боли, обиды, сколько можно это разбирать. Мы однажды должны увидеть наследие Божье в лице Иисуса Христа. А для этого Христос умер. Завещание вступает в силу после смерти завещателя. Должна была заплачена цена, чтобы Бог явился в моей плоти. Смотрите, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Бога, очистит совесть нашу от мертвых дел. Как выглядит это наследие? Оно выглядит так, что кровь Иисуса Христа, которая пролилась на Голгосском кресте, она способна очистить совесть нашу от мертвых дел. Мы сегодня страдаем в нашей неспокойной совести. Мы сегодня страдаем от проклятия. Мы пытаемся найти книжку, где написано семь шагов или двадцать шагов. Господь говорит, кровь Иисуса Христа, она способна очистить совесть совесть. Вы когда-нибудь молились? Вы когда-нибудь молились? совесть, 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 который является законодателем, всей нашей жизни, что совесть позволяет, что совесть позволяет, то мы делаем. Иногда мы ее перевоспитаем. Даже если мы ее пародинем, если совесть порочная, начинается совесть. Первый признак этого благословенного наследства это чистая совесть, который Павел в другом месте говорит, непорочная совесть и прочная вера, отвергнув которую многим потерпели корабли вера. Пусть в этот день кровь Иисуса Христов она очистит нас от мертвых тела для служения Богу живому и искину. Богу можно служить, только имея чистую сердцу. потому что чистые сердца они Бога узрят. Служить Богу, не видя Его, поклоняться Богу, не видя Его, это большое, большое заблуждение. Это наше наследие. Если я выхожу сюда, я хочу видеть не просто зал, я хочу в руках держать не просто микрофон, я хочу говорить не просто изученные фразы, я хочу чтобы дыхание вечности, чтобы атмосфера Царства Божьего она приходила. Если церковь это двери вечные, если это двери небесные, то пусть же эти двери будут всегда открыты наследие. Это понимание того, что Бог свят, и мы должны быть святы, что мы должны быть проводниками Его силы, премудрости и благодати. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещать. Подождите, что этому миру нужно сегодня. Этому миру нужен не Алексей Ледяев, не Сергей, не Айгор. Этому миру нужен Христос, который живет в Алексее, в Айгоре, Сергее, в тебе и в тебе. Это наше наследие. Если наследие финансовое, то наследники их видно, у них машина другая, у них жилище другое, а тесто другое, но это все материалы. А когда мы говорим о духовном наследии, люди могут увидеть, что в тебе есть то, чего нету ни в ком другом. Благоухание, познание, они видят, что в тебе есть что-то такое, чего нет ни в ком другом. Моя молитва, Дух Святой, освободи нас от религиозности, от маскарада, от этой религиозной комедии, когда мы пиарим себя и во время молитвы. Смотрите, у нас утренняя молитва. Слушай, что ты снимаешь? Ты молись. А вот мы кормим голодных. Не твори милостыни перед людьми. Я смотрю, сейчас сумасшествие какое-то идет. Самую интимную жизнь. А вот мы здесь. Недавно в Москве на вечеринке сдуру бассейн выкл 25 килограмм сухого льда какой-то дурочок высыпал и все начали там купаться. Четыре человека погибло. Женщина, которая устроила это все, ее муж погиб, а она снимается. Посмотрите, мой муж погиб. Мне сегодня становится страшно. Во что люди превращаются? Что ты умирать в гробу будешь? Смотрите, я спокойно закончу. Ты перед кем ходишь? Кому это сто лет не нужно? Твои вот эти селфи ну ладно, это в мире, но когда твоя интимная жизнь Бога, кому это нужно? Кам это наш главный продукт это не контент в сетях, а твое слово, не в убедительных словах человеческой но в явлении духа и силы наш главный продукт или наше главное служение это когда ты подошел к человеку и еще ничего не сказал, а у него уже меняется состояние внутреннее, глаза на мокрое месте, а ты не понимаешь, что творится. Ты его просто обнял, ничего не сказал, и он уже встретился с Богом, вот какое наследие завещал нам наш драгоценный Господь, Иисус Христос, Боже мой, помоги нам отрезвиться, помоги нам осознать, что этому миру нужен Дух Святой, нужна Его любовь, нужен Христос, который любит нас, Он умер за нас, завещатель умер, поэтому завещание ступило в силу. Когда мы говорим о смерти Христа, это не траур, это не катастрофа, а это исполнение божественных принципов. Доколе завещатель жив, завещание не имеет силы, но когда завещатель умер, завещание вступило в силу, и с тех пор, как Христос умер и воскрес, это наследие, и это завещание по праву принадлежит тебе. Следующее место, Римлянам 8, 11.18. Римлянам 8, 11.18. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим у вас. Если же Дух того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых живет в вас, то этот Дух приведет в действие и активизирует наследие по Христе Иисусу. Он оживит тела. Он подчинит наши помышления в послушании Христу. И Дух Святой на сверхъестественном уровне продемонстрирует окружающему миру тайну, сокрытую от веков и родов. Христос в нас без Духа Святого мы никогда не сможем отобразить Христа в своей судьбе и в своей жизни. Амин. Дальше рассуждение о наследии. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, если живете по плоти, то умрете. А если Духам умиршляете дела плоти, то живы будете. Ибо все водимые Духам Божьим сутсыны Божьи. Еще один аспект наследие сынов и дочерей Божьих это водительство Духам Святым. Это такая привилегия. Люди, которые служат Сатане, они одержимы бесами и они водитель и обсадят Леоной Гаре и Леоной Гаре и там своя тема. Но рожденные свыше люди и те, которые являются гражданами царства Божьиха, сыновья законы и наследники навигации по жизни по праву принадлежит тебе. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Не просто, что мы дети Божьи, Дух Святой будет тебе говорить, куда идти, с кем общаться, а куда не идти, с кем не общаться. Дух Божий управляет нашей жизнью. Бог пожалуйста, помоги нам освободиться от роковых ошибок, от плотских пониманий. Дай нам, Господь, Твою навигацию и Твою дорожную карту, куда нам двигаться и что нам делать. Водимые Духом Божьим, Сыны Божьи, а значит законные наследники, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава очи, и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, братья и сестры, не просто члены церкви, не просто прихожане, не просто новое поколение, или пятидесятники, Дух Божий не будет говорить название церкви, Дух Божий будет говорить о нашем происхождении, что мы дети Божьи, а если дети, у детей есть отец, и мы не приняли Духа рабства, что опять в страхе, если Бог за нас, кто против нас, мы всего лишь 10-15 минут нырнули в реальность Царства Божьего, и ты понимаешь, что здесь свои законы, здесь своя реальность, и до тех пор, пока ты будешь пребывать в этой реальности, реальность внешняя никогда не будет угрожать и не нас ущерб твоей судьбе. Мы приняли не духа рабства, потому что кого сына свободит, истинно свободный будет, потому что там, где страх, там всегда будет рабство, а где рабство, там всегда будет страх, но мы от Бога получили не духа страха, но духа силы, любви и целомудрия, для того, чтобы явить этому миру наследие во Христе Иисусе. 17 стих. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться, что нынешние времена страдания ничего не стоит сравнению с той славой, которая откроется в нас. А если дети, значит и наследники, а если наследники Божьи, это значит санаследники Христу. Христу, что такое санаследники Христу? А это, если в переводе на наш язык, все, что принадлежит Христу, принадлежит и нам. Друзья, в своей жизни мы имеем то, во что мы верим. Если ты веришь в прощение греху, поверь твоей, будет прощение. Если ты веришь, что ранами его мы исцелены, поверь твоей, будет тебе. Если ты веришь, что ты как законно рожденный сын Божий или дочь Божия, являешься также и наследником Божьим, а это значит санаследником Христу по вере твоей будет тебе. Что такое санаследники Христу? Это означает, что все, что принадлежало Ему, по праву принадлежит тебе и по праву принадлежит мне. Амин. Я во Христе и Христос живет во мне. Поэтому, говоря, о Царстве Божьем не проклятие внутри тебя, не мусорный контейнер с родословными проклятиями. с тараканами или крысами от Адама. Журки уже кончились. Разве вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Вы храм живущего вас Святого Духа. Иисус говорит, я хочу утвердиться вашим внутренним человеком и быть на престоле твоего сердца. Я во Христе, а Христос веруя в это наследие. И ты увидишь, что вокруг тебя так много сразу поменяется. Представьте себе, мы иногда ведем себя до таких пор, и доходим до таких границ, что тот, кто должен быть внутри нас, он вдруг оказывается снаружи. И это наследие стучится. Помните? Ангелу какой-то церкви Господь сказал, я стою у двери и стучу. Это Христос, это наше наследие. Он стучался к ноладотям гречникам. Он стучался к тем, что у нас калпоет. Сестаю двери. Став к дуриму и калпоет. Открою. Отвер. И мы войдем. У мес езем. И вичерю сатвари. Убалдисим милсту. Уважаемые друзья, по-человечески это не понятно. Петс целовечески это не понятно. Но если Дух Святой расшифрует эти фразы. Отшифрешь шиши фразы. Ты увидишь потрясающие перемены. Итак. Завещание основа передачи наследства. Ты нигс. Отцы завещатели тави и новая а сыновья получатели или наследники. Сегодня после пропаги мы будем молиться. Мы будем молиться за молодых людей. Луксим по рябанным человекам. И я думаю, что связь поколения и приемственность должна пребываться тот опыт, который у отцов должен стать опытом сыновей. Какой главный принцип? Иисус Христос Он наследовал все, что Он имел от Своего Небесного Отца. Он говорит, я видел отца творящегося. И поэтому я творю. Я слышал отца говорящего. Поэтому я говорю. И то, что мне завещал мой отец, я завещаю теперь вам. Вот почему мы со-наследники. Мы, по милости Божьей, входим в то наследие, в котором находится Сын Божий, из Иисуса Христосу, завещание, основа передачи наследства. Отцы завещатели, а сыновья получатели или наследники. Последнее место, которое я хочу прочитать, и после этого будем молиться. Я думаю, как раз мы подойдем к практической вещи, что такое завещание, которое вступает в силу. Я бы очень хотел, чтобы благодать Божья и милост Божья, она сегодня соединила наши сердца, чтобы мы стали ближе, чтобы завещание в моей судьбе встопило в силу. Чтобы завещание его в твоей судьбе встопило в действие в полной силе. Давайте прочитаем эту историю. Лук 22, 24-32 Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Современный разговор до сегодняшнего дня они все выясняют, кто же из них больше, кто же должен руководить процессами. Он же сказал им, цари господствуют народу, и владеющие им благодетели называются. А вы не так. Но кто из вас более, чем большие как меньшим и начальствующим как служащим как татам, которые каупо царства Божьего. Она немного отличается Та дурсиņа отширас от культуры царств земной. Ну, земес валстības культуры. Иисус своем ученикам объясняет, что твоя авторитета и влияние это не результат пиар-компании. Это не результат пиар-компании. А твоя авторитета это результат твоего служения. Это результат твоего служения. Любви. Милстит. Милосердия. Желсердия. Лидсиеттības. Окружающим людьм. Чем больше ты удовлетворяешь потребностей тех, кто вокруг тебя, тем выше твой авторитет и выше твое влияние. И дальше он говорит, кто больше возлежащий или служащий. Не возлежащий ли? Раньше не сидели на стульчиках и не сидели за столами. Культура восточная была такая, что там какие-то были ковры, как бы как-то достархан такой низкий стол. Все так лежали. И человек гуляет. Надо как-то однажды провести то, что это будет прикольно. И попросим, чтобы с кафе бут прям вот так. И там кафе нет. И вот Иисус говорит как раз об этой культуре. И он сказал, «Я посреди вас, как служащий». Помните, однажды Иисус пришел, говорит, «Дети, есть ли у вас какая-то пища?» Пойдем сюда, накормлю вас. И он приготовил им завтрак. В другом месте вечеря закончилась. Иисус засучив рукава и приплесавши налил воды в тазик и вымал ноги всем ученикам. Это было так парадоксально. Иисус хотел объяснить тем ученикам что наша величия в нашем служении в муше калпошем в окружающем людей. Он говорит, «Я посреди вас как служащий». Но вы прибыли со мной в напастьях моих, но вы вы были со мной в напастьях моих. И 29 стихи вешающий. И 29 стихи прочитайте, запомните, запомните, подчеркните. И я завищаю вам, как завищал мне, как завищал мне, завищание. Я стаюсь спеком, когда умирает, завищать. А Христос уже умер. И он завищал нам, как ему завищал, царство. Просто подумай, порассуждай, спрят пар то, где это царство. Куда это царство? Снаружи? Арпусы? Или внутри? В церкви? Драудзе? Или на небе? В дебесис? Где это царство? Куда это царство? Это наша наследие. Это нам причиталось. Что же случилось? И что нам досталось? Дух Святой помоги нам добраться до нашего наследия. Что нам не оказаться бомжами царства Божьем. Если Христос завищал царство, я сказал, ищите это царство. Оно недалеко от каждого. И он хочет, чтобы оно стало внутри. Разве вы не знаете, что царство Божье внутри вас есть. И сказал, Господь, Симон, Симон, Сатана просил, чтобы сеять вас как шиницу, но я молился тебе, чтобы не скудила вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердить братьев, как все, вроде бы, сложный и все так просто. ЛИКС ВИСССР, ЛИКСВИССР, САТАНА ХОЧЕТ, САТАНС, РАЗБРАСАТЬ НАС, ИСССР, РАЗКЛОТЬ НАС, САСЧЕЛТЬ, ИСССР, ДЕРЬКИ, ИСССР, ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИ, ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ, ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ, ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ, ЦАРСТВА БОЖЕ, Это ПОМАЗАНИЕ СВЯТОВА, , Это на раз, два, три. Это на раз, два, три. А скудела вера. Тицейба отзыва. А скудели мозги. А скудели финансы. Финансы. Пают романсы и все. И тупик. Но есть церковь. Слава тебе, Господи. В которой мы, в которой мы хадатистим друг за другом. И благословляем. Напоминаю. Отгадину. Если закона рожденные дети, значит, они наследники. Давайте закроем глаза. И немного помолимся. Недауц палоксим. Драгоценный Дух Святой. Я благодарю тебя за то, что ты здесь. И мы говорим, отче наш. У мы сэкем, мусу Тауз. Сущий на небесах. Да святится имя Твою. Лай Тауз варц тек погоди нас. Да придет царствия Твою. Лай нак Тауз варц тейба. Да будет воля Твоя. Лай нотек Тауз прац. На этой земле. Уши земес. Как и на небе. Та подкат дебесейс. Хлеб наш насущ. Мусу день, с чем маяц. Подавай нам на каждый день. Дод мус катрая дена. И прости нам грехи наши. И пьедод мус мусу. Как и мы прощаем гражданников. И не веди нас во искушение. Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство. Вся эта молитва, ученая, ведет нас к реальности Царства Божьего. Вся эта молитва ведет нас в измерение вечности. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебе. Все, что Ты запланировал сегодня, осуществи, Господи. Все, что Ты запланировал, яви славу Свою. Мы говорим о вторжении Твоего Царства на территорию нашей земли. На территорию нашей судьбы, страны, народа. Мы хотим, чтобы каждый из нас был носителем Царства Твоего как представители неба. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 И нам нужны ресурсы. Я благодарю Бога за жертвенность народа Божьего. И Бог да восполнит всякую нужду по богатству славы Своей. Возьми сейчас свою жертву. И прежде чем мы будем молиться, пусть жертвенник будет построен. Потому что помазание на алтаре, помазание на жертвеннике это могущественное стратегическое помазание. Субтитры создавал DimaTorzok. Ирина Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Возьми свою жертву, которая для тебя что-то стоит. Возьми свою жертву. И давайте принесем ее в Дом Божий, чтобы небо было открыто. и чтобы слава Божья пребывала мы любим Тебя мы поклоняемся Тебе мы превозносим Твою святую великую июлю Твоё наследие нетленное и вечное давайте поднимем свою жертву и давайте вместе скажем Отец Небесный я благодарю Тебя за это пророческое слово я благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог Ты мой Отец Ты мой Завещатель и Ты дал мне это основание стать наследником и войти на территорию Завещания да придет Царствие Твое в мою судьбу в мою жизнь да будет воля Твоя и пусть на моей территории доминирует реальность Царства Твоего и пусть в моей природе доминирует генетика Отца Небесного во имя Иисуса Христа во имя Иисуса Христа я приношу эти жертвы и прошу Тебя во имя Иисуса яви благодать Твою яви милость Твою открой небеса Твои и пусть наследие откроется и завещание ступает в силу ступает в силу в моей судьбе и в моей жизни и в моей жизни прощу Тебя об этом во имя Иисуса Христа Амэн Амэн Пожалуйста пустите сокровищницу по залу Луки 2 40-50 пока собираем осуществляем эти сборы по жертвованию еще одна история на эту тему младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь премудрости и благодать Божья была на нем каждый человек рождается в этой жизни с определенной миссией просто кто-то знает это а кто-то это не знает блажен человек который знает для чего он сюда пришел каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи и когда он был 12 лет кто-то в 42 ищет предназначение кем мне стать а кем мне лучше не становиться этот мальчик в 12 лет сегодня таких мальчиков девочек хотят превратить и вы думаете воля Божья исполнится нет Господь для мальчиков определил свою судьбу а для девочек свою судьбу и вся эта гендерная революция это попытка смешать Богу карты в судьбах людей так вот 12 лет они пришли на Пасху когда же по окончанию дней праздника возращались остался отрак Иисус в Иерусалиме и не заметили того Иосифа и матерью Язап ты этого не заметил но думали что он идет с другими проезжит не мною путь стали искать его между родственниками и знакомыми и спрашивали через три дня за три дня 12-летний мальчик застрял в Иерусалиме взрослые родители куда-то уже пошли вернулись назад увидели его в храме сидящего посреди учителей слушающего его и спрашивающего их он их спрашивал они его слушали 12 мы будем сейчас молиться за молодежи чтобы каждый из них знал для чего куда кто какое призвание какое наследие все слушающие его дивились разуму и ответом его хочет поднять вот такое поколение сегодня и увидев его удивились и матерь сказали ему чада чудо ты мая ты что с нами сделаешь вот отец твои и я с великой скобью скали тебя он же сказали хотелось бы видеть его в 12 лет такой умный мальчик спокойный смотрит на неспокойных раздраженных родителей и умиротворяющим голосом говорит а зачем вам было искать меня или вы не знали что мне должно быть в том что принадлежит тэва отцу мою льет наследники чуют ащущают территорию своего наследства и он родителям говорит не надлежала ли мне как наследнику который завещал наследие наследнику которому завещал отец небесный наследие находиться на этой территории мне должно быть там в том что принадлежит отцу моему уважаемые друзья пусть каждый из нас пребывает в том что принадлежит отцу небес но они не поняли сказанных слов это мы сегодня не понимаем а поймем чуть-чуть попозже амэн амэн давайте помолимся пологсим амэн крэмэн чеха 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 слава у гост театра мэс патте мэс мэс крис Продолжение следует... Продолжение следует...